С Амираном у меня было ноль выручки. Ты не выполняешь свои обещания, я с тобой больше не дружу. И уходит. Были и церкви, и секс-шопы, и накладные усы, и носы. Это круто. Сотрудники вообще не должны получать бонусы. Чтобы добиться успеха, женщине нужно иногда забеременеть. Привет, мои дорогие и ненаглядные зрители French TV. Сегодня у нас интервью с Екатериной Уколовой, одним из главных экспертов по увеличению продаж. С Катей мы должны были записать интервью еще летом, но все никак не получалось, не совпадали наши графики. И в конце интервью вы поймете, почему. Но мы решили воспользоваться старым добрым скайпом, но только с качественной картинкой и звуком. Так что желаю вам приятного просмотра. И напоминаю, что 8 ноября пройдет мой бесплатный вебинар по упаковке франшиз, который называется вот так. Я до сих пор, если честно, побаиваюсь произносить это в прямом эфире. Но будет очень полезно. Регистрируйтесь по ссылке в описании, плюс вот здесь в подсказке. Смотрим выпуск. Расскажи о том, чем является YouTube для тебя. Я что понимаю, это не совсем творчество. Не только творчество, это еще и часть твоей воронки продаж. Ну смотри, как таковой статистики сложно отмерить в YouTube, как это соотносится с продажами. Я могу сказать, что мне YouTube приносит примерно миллион рублей в месяц по выручке. Иногда это бывает 2-3. Это клиенты, которые у тебя рекламу заказывают? Нет, нет. Рекламу я вообще не продаю, потому что мне смысла нет продавать рекламу. Мне лучше продавать свои услуги. Я на этом больше заработаю. И стремлюсь просто своим потенциальным клиентам дать интересный, полезный контент, который они смогут использовать в работе. В принципе, все мне пишут отзывы, что очень круто, мы смотрим с самой первой серии, все записываем без воды и так далее. То есть у меня больше это миссионерская некая история, которую я использую для того, чтобы рос мой бизнес. По сути, у меня стратегия очень простая. Я даю максимальную пользу, очень много отдаю своим клиентам, и за это я получаю отдачу. У меня есть кейсы, когда люди, просто смотря мой канал или читая Инстаграм, увеличивают свои продажи в 2-3 раза. Все равно же у этого есть определенный, особенно если говорить о Ютьюбе, который больше про развлечения, больше про какой-то такой не сильно грузящий контент. Нет ли у этого потолка? То есть роста канала и количества людей, которым в целом нужны практически какие-то вещи по продаже. Не сталкиваешься ли ты сейчас с этим? Пока нет, потому что, честно говоря, за все время я вложила в рекламу только на 2 коллаборации. Эта коллаборация была с Эмираном Сардаровым в самом начале и коллаборация с Гаврилиным. Это получился 1 720 000. Соответственно, это то, что я вложила в продвижение. Все остальное я заработала с этого порядка 25 000 подписчиков, и дальше рост подписчиков, он происходил абсолютно натуральным образом. То есть, видимо, этот контент людям интересен, потому что за год мы где-то 50 000 подписчиков приросли. Кстати, как ты оцениваешь коллаборацию на вложенные деньги? Цифры я услышал. Смотри, с Гаврилиным я заработала 5 миллионов рублей. С Эмираном у меня было ноль выручки. Но они постепенно как-то доходили, но он помог именно в плане известности, потому что очень многие обо мне оттуда узнали. Они потом постепенно грелись и через какое-то время покупали. Я понял. Ты сейчас вообще не вкладываешь деньги в продвижение выпусков, то есть AdWords и так далее. Сейчас вот я первый раз попробовала 200 000 рекламный бюджет. Вот он у меня уже 2 месяца откручивается. Я просто рекламирую таргетом на тех, кто посмотрел уже и не подписался. В теме маркетинга он у нас сложный, потому что люди не ищут, как купить отдел продаж. Нет такого. И на самом деле в нашем бизнесе, конкретно у Пети, у Аяза, у нас очень сложный маркетинг. YouTube – это конвертирующий канал, который мы используем для того, чтобы показать наших клиентов, для того, чтобы показать, насколько у нас высокий уровень. Потому что такого канала, в принципе, ни у одного эксперта по продажам нет. Таких клиентов у нас клиенты, мы показывали Брайер, это миллиард оборот, кирпичный завод в России. У нас клиенты – это КСК, это больше миллиарда на консалтинговых услугах. У нас клиенты – Дюфа, это 3,5 миллиарда на лаках и красках. И они все в экран говорят, Катерина Уколова помогла нам увеличить продажи. У нас там рост два раза, где-то конверсия выросла, еще что-то. И как бы это круто. Потому что раньше приходилось это все объяснять словами. Некоторые люди, возможно, в это не верили, что можно так расти. Сейчас это все подтверждено реальным видеоконтентом. У нас, кстати, тоже, как и у тебя, были и церкви, и секс-шопы, и накладные усы, и носы, и колбаса, и хлеб, и молоко, и арматура, и технические фильтры, и все, что хочешь. То есть реальный спектр, сфер, с которыми мы работали, уже насчитывает более тысячи разных. Легко продавать в церкви? Ты знаешь, там самое интересное, что продажи свечек, иконок, они практически ничего не приносят. Мало того, церковь никто не финансирует. То есть государство не дает им денег. И, по сути, будут ли сыты те люди, которые там работают, зависит от того, насколько менеджером является руководитель. И они собирают через B2B деньги на благотворительность. На эти деньги существуют сами, потому что им, естественно, надо кушать хотя бы хлеб, рис. И параллельно они делают разные благотворительные проекты. В целом мы там подняли продажи на 45%, ну именно благотворительные сборы. А они платили тебе за проект? Они, да, заплатили. Это делалось для того, чтобы была мотивация делать, потому что люди, которые приходят бесплатно, они ничего не делают. То есть это только с этой целью. Там 100 тысяч рублей они заплатили, или даже 60 тысяч рублей. Ну какой-то минимальный тариф, просто чтобы была мотивация сделать. Но у них это все вернулось, и они построили, по-моему, три приюта для бездомных на те деньги, которые мы помогли им собрать. Ну как, не мы лично, да, то есть через систему. И они правильно настроили мотивацию, они правильно настроили отчеты. Они начали CRM использовать. Самые крутые кейсы увеличения объема продаж после работы с тобой? Ну самый крутой, вот, например, было полтора миллиарда, стало три с половиной миллиарда. Это компания Дюфа, лаки, краски с ежиками. Это за пару лет произошло. Самый крутой с нуля, например, да, это сокращение кадастровой стоимости земли юристы с выручки 0 до 34 миллионов рублей в месяц. А скажи, есть какие-то барьеры на определенных цифрах? Ну вот, то есть легко увеличить, например, выручку до миллиона, а с миллиона до 50, условно, уже нужно прям очень много работать. Смотри, на цифрах барьеров никаких нет. По сути, можно увеличивать продажи в любой цифре. Самый главный вопрос, насколько профессионально компания работает сейчас. То есть вот если она применяет 90% инструментов, то продажи увеличить сложно. Из тех, которые мы даем, да, у нас порядка 850 точек роста в моей методике. Вот, значит, если она делает там 5 или 3%, да, то есть не важно, какая у вас цифра. То есть ко мне приходили компании, у которых, понимаешь, годовой оборот 50 миллиардов рублей. И мы с ними увеличивались. Допустим, у меня был кейс с компанией ЛСР. ЛСР – это крупнейший застройщик в России. Вот, и там мы в два раза увеличили продажи по одному из объектов. То есть это просто космический там результат. Ну, а факапы были? Да. Любим, конечно, хвастаться цифрами. Факапы всегда только в одном случае, если собственник думает, что кто-то сделает за него. То есть вот если владелец бизнеса считает, что он наймет какого-то чудесного человека, который, значит, за него будет там что-то делать, а он просто как в сказке встанет с печи, пойдет к колодцу, и там будет щука, да, который исполнит три его желания. То вот в этом случае произойдет всегда факап. Потому что, чтобы увеличить продажи, нужно не только, чтобы был консультант, но и чтобы собственник хотел это внедрить. А тут уже зависит от его личной мотивации, да. То есть насколько это ему реально надо. И бывают такие люди, что просто у них не растут продажи, потому что им реально это не надо. Это не их приоритет. Они не хотят в этом разобраться. То есть есть люди, которые не хотят зарабатывать больше, да? Они хотят больше зарабатывать, но они не понимают, что это проблема в их голове скорее, в их действиях, нежели чем в чем-то другом. Есть, ты сказала, 850 точек роста. Понятно, их все невозможно сейчас перечислить, но наиболее нетипичные для обычного предпринимателя, который, когда узнает, что оказывается здесь есть точка роста продаж, он больше всего удивляется. Ну смотри, например, создание собственных соцмедиа. То есть это то, что позволяет увеличить продажи, поскольку белый шум, который идет от рекламы, прямой, он уже на самом деле всем поднадоел, и нужно делать больше контента для своих клиентов. И у меня были кейсы в технических газах, в медицинской сертификации, когда люди, делая классную рассылку, делая крутой инстаграм, увеличивали продажи на миллионы рублей. Это не просто когда там лухари, жизнь какая-то твоя, а когда люди видят, что ты эксперт в чем-то, и ты отдаешь. Второй момент, который, наверное, такой тоже с точки зрения контент-маркетинга, это создание вебинаров, мастер-классов. Допустим, у меня был кейс компании Goodwood, может, знаешь, это Александр Дубовенко. Он проводит мастер-классы про то, как построить свой дом. И это генерирует хороший трафик по продажам уже непосредственно. И мне кажется, те компании, которые научатся делать именно ивенты для своих клиентов, тоже получат некий бонус, потому что у клиентов будет еще одна причина, почему я должен с ними работать. Вот ошибку, которую все совершают, это не привязывает разность процента к выполнению плана. То есть очень важно понимать, что сотрудники вообще не должны получать бонусы, если они делают менее 80% плана. И их 80% это твои 100%. То есть ты фактически должен платить бонусы, а именно проценты, только если они уже в твоей 100% зоне. Тогда это может тебе гарантировать, что у них будет такая же мотивация делать результат, как у тебя. Почему так работает? У сотрудников наемных у них уровень нормы ниже, чем у тебя. И тем более у удаленных людей, им иногда достаточно очень маленькой суммы. То есть они получат процент продаж с одной франшизы, им нормально, понимаешь? Поэтому нужно вот эту историю ограничивать. Значит, второй момент, который важен, то есть разница должна быть существенна. К примеру, те сотрудники, которые делают от 80% до 100% плана, они будут получать 2,5%. Те, кто делают выше 100%, будут получать 5%. Соответственно, у руководителя этой истории мотивация должна быть зеркальной. И точно так же его план равен сумме планов сотрудников минус 15%. И ты так же его мотивируешь, что если менее 80% он сделал, то это 0% от 80% до 100% и свыше 100% в 2 раза больше процента. Ты недавно стала во второй раз мамой, насколько я понимаю. Как ты настроила свой бизнес так, чтобы продолжать работать? Смотри, то есть я на самом деле в офисе нахожусь один день в неделю. Скорее я настроила свой бизнес так, чтобы продолжать сидеть с детьми. Смотри, у меня, во-первых, три няни. То есть няни, они меняются посменно. Во-первых, это связано с тем, что я хочу эффективно проводить время с детьми, а именно играть с ними, гулять с ними. То есть заниматься такой деятельностью. Прежде всего, а не мыть горшок, например, менять памперс. То есть я это не хочу делать. У меня, кстати, был кейс интересный. Девушка пришла ко мне учиться, она делала 200 тысяч в месяц. И когда я ей сказала, найми просто няню, ну то есть ты так же будешь дома сидеть, она тебе просто будет вот это все помогать делать, у нее от этого совета до 500 тысяч в месяц увеличился доход. Реально это работает. То есть не нужно на себя нагружать, я считаю, сейчас 21 век, и это нормально. Вот второй момент. Естественно, на работе я уже тоже не занимаюсь операционной деятельностью. То есть у меня есть три РОПа, три отдела продаж, они сами работают, они сами выполняют план. Есть менеджеры, которые тоже работают, их 21 человек. Есть эксперты, которые работают, их тоже там какое-то количество. То есть это все уже настроено как система. То есть я не фрилансер. Я могу сказать, что из трех лет я два года беременна. У меня одному ребенку два с половиной года сейчас, а второму шесть месяцев. То есть это такие детки совершенно маленькие. Одной скоро в садик, да, то есть в садик наконец-то пойдет. А так они занимаются английским у меня. Ну, естественно, постарше ребенок. Она рисует, она знает уже азбуку, она складывает пазлы, 56 деталей. То есть это развитый не по своим годам ребенок. Какие навыки в продажах тебе помогли в воспитании детей? Ну, я не профессионал в воспитании детей. У меня им очень мало времени. На самом деле для детей самое главное – это любовь. Вот, и больше им ничего не нужно. Поэтому я просто люблю своих детей. И я считаю, что дети – это самое главное в жизни вообще любого человека. Потому что никакие тусовки, никакие брендовые шмотки, никакие путешествия, да, они не заменят детей. Дети – это намного круче. Никакие собаки, кошки, да, некоторые заводят. Я этого вообще не понимаю. Вот, ну, как бы реально дети – это намного круче. Это то, ради чего стоит жить. И я могу сказать, что, наверное, чтобы добиться успеха, женщине нужно иногда забеременеть, да, потому что дети – это то, что мотивирует. И я хочу сказать, что свой дом, к примеру, мы купили после того, как я забеременела, зашла в шоу-рум, увидела детскую комнату девочки, у которой там был флипчарт, ну, такой детский. Я ее представила, что она будет, как я, писать на этом флипчарте. Мы будем жить за городом, да, это будет классно, красиво. Вот, и, естественно, это меня очень сподвигло. Я помню, я тогда продала просто машину, у меня была ауди-ТТ, нам не хватало денег, мы взяли ипотеку, но мы уже рассчитались, естественно, с ней. Но, как бы, это меня очень сподвигло. Поэтому, в принципе, мне кажется, это главный мотиватор. И если ты до рождения детей мог что-то там откладывать, типа, ну, сейчас, сейчас, немножечко подождем, ничего страшного, типа, на следующий год, то, когда рождается ребенок, тебе уже не отвертеться. Потому что у меня в жизни всегда было так, что у моего ребенка будет своя комната, я не могу родить ребенка в съемной квартире там. И это меня очень сподвигло. Поэтому я считаю, это круто, не нужно бояться это делегировать на кого-то, если вы работаете. Самое главное счастье малыша – это счастливая мама, которая реализуется. Я видела очень много мам, которые сидят с детьми и просто орут на детей прямо на площадке. Последний кейс у меня был такой, когда мама идет, значит, с ребенком, он падает, да, на каком-то там турнике, ну, как лабиринт, да, такой. Он падает, и она ему выдает, «Ты не выполняешь свои обещания, я с тобой больше не дружу» и уходит. Представляешь, то есть ребенку два года. Ну, вот что это за мать? Поэтому я считаю, что самое главное, чтобы мама была счастлива, чтобы у нее не было стресса от того, что она сидит с детьми. Поэтому лучше иногда это делегировать и дарить полноценную прямо любовь и максимально эффективно в любви с детьми время проводить, а не орать там из-за того, что кто-то что-то опрокинул, где-то нарисовал там и так далее. Я на своих детей вообще ни разу не кричала за все время. Какие бы истерики они мне там не закатывали. Я лучше пойду, выпью там успокаивающе и потом вернусь счастливой и довольной. А на клиентов не кричишь? Нет, конечно, нет. Кать, спасибо тебе большое. Давай о книжке расскажем. Что это за книжка и кому мы можем ее подарить? Значит, я предлагаю два момента сделать. Первый момент – это подарить книгу всем твоим подписчикам. Она стоит 2000 рублей. Называется «30 ошибок, которых нет в отделах продаж номер один». Книга без воды, 250 страниц. То есть все, кто напишет от тебя в Инстаграме «Франч ТВ», мне, всем эту книгу пришлю обязательно. Второй момент, который я хочу подарить – это, значит, размещу пост про тебя в Инстаграме. Все, кто напишет комментарий под этим постом, будут участвовать в розыгрыше и победивший получит мой курс за 140 тысяч рублей в подарок. Ну вот и все, друзья. Мне, если честно, тоже не хватило Екатерины. Но если вам, друзья, понравилось это мини-интервью, а это я пойму по вашим лайкам и комментариям, то мы обязательно снимем еще одно интервью полноценное, уже очно. По призам Катя все сказала, пишите ей в директ, скажите, что вы от «Франч ТВ», получите книжку или пишите комментарии под постом, посвященным моей скромной персоне. И у вас будет шанс выиграть двухмесячное обучение по увеличению продаж. Я, кстати, тоже сам иду на этот тренинг, и моя команда, поэтому будет интересно обвиняться опытом. И, кстати, на канале Екатерина Уколова «Шифры продаж» через две недели выйдет мое интервью, поэтому переходите по ссылочке вот здесь в подсказке и смотрите, там уже есть много полезного контента по тому, как увеличить продажи своей компании. На это все, друзья, увидимся с вами уже очень скоро. Это «Франч ТВ», до встречи, пока!